I have ways of blowing things off. Какую мы хотим сложность, если нам пещера слишком сложная, мы можем сказать, ребят, я хочу полегче или я хочу посложнее, всякое такое. И у нас сейчас везде, ну то есть вот здесь, вот здесь, наш уровень говорит о том, что под нас сейчас подходит уровень сложности четвертый. У нас также появилась пшистая пещера, и я практически уверен, что ее не было, я думаю, что это та карта, которую мы нашли в прошлый раз, она нам дала вот этот вот. Так, давайте, мы, наверное, какие-то пару рандомных вещей, топор 13, не очень, кирка 16, к сожалению, тоже не очень, нет, топор 15, по-моему, я просто просаживаю деньги сейчас, да? Так, значит, это собрать. Еще также мне нравится, что у каждой оружки есть свои уникальные свойства. Кстати, откуда у меня там анти вызова? Собрать. У каждой оружки есть свои уникальные свойства, и ты можешь подобрать, например, вот этот сет кинжалов, тот мне больше нравился, потому что там был огонь. Если мне попадут кинжалы с огнем, я, наверное, поменяю их, потому что это мне нравилось больше, но эти просто сами по себе мощнее. Ладно, пойдем мы тогда в эту шестую пещеру, на четвертый уровень так, как нами рекомендуют, но мы будем знать. О, тут, кстати, татем регенерации будет в подарок нам, и еще всякие вещи. Теперь мы, кстати, будем больше, наверное, экономить стрелы там где-то, возможно. У нас теперь стрелы заряженные, тяжелые, все дела. О, я на лодочке приплыл сюда, прикольно. Вообще, да. Блин. Ну-ка. Эта штука с огнем у меня осталась, надо будет не забывать этим пользоваться. Я забываю некоторыми вещами пользоваться, которыми есть, я просто забываю, к сожалению. Стоп, это пассивка, да? А, вот он, накапливает души. Все, я понял. Нет! Прикольно. Вот эта огненная аура мне, кстати, тоже нравится. Возможно, знаете, чем? Нужен будет ее огненный след и... Каждая пятерка наносит всем врагам по близости три урона. Надо будет вот это вот качнуть. Огненная аура мне нравится, она такая прикольная. Наносит мало урона, но все, кто сражается со мной в рукопашку, получают дополнительных люлей. А это прикольно. Еще у нас также хороший урон по нежике проходит, благодаря нашим кинжалам. Нужно как раз лук попробовать. Блин, вот теперь я себя окончательно чувствую в Dark Souls. Смотрите. А, кстати, я поднакопил каких-то душей, теперь я могу их использовать. Интересно, для чего? Давайте сейчас попробуем. Он накапливает здесь души, видите? Эти души для лечения, эти души для атаки, для чего они? А, исследуйте руины. Давайте исследуем. И так. Опа! Это создается для взрыва. Блин, меня опять начали лупить, вы серьезно? Эта штука накапливается, и потом, если тебя окружают, можно просто взорвать нафиг. Тотем здоровья. Тоже! Вот это вот в окружении очень круто работает. Смотрите, как он восстанавливает. Не надо бутылочки пить. Вообще, у нас есть теперь два пути восстановления. Это круто. Я не могу здесь пройти. Значит, сюда нужно будет заходить как-то с другой стороны. Наверное, вон там. Сверху? Да, это здесь. Это у нас микробонусик такой. Накапливание душ для взрыва. Вот это мне нравится, кстати. Это очень круто. Тут грибочки какие-то. Прикольно. Это все? Минуточку, вы хотите мне сказать, что это пустой кармашек? Най. Нет, этого не может быть. А, понятно, понятно, понятно. Так бы сразу бы и сказали. Ну, но вы что? А ты скотина мелкая, блин, вот кто меня убивает. Меня тут травят, травят, травят потихонечку. Я лук, кстати, еще ни разу не выстрелил все это время. Да нате вам! Блин, круто! А сколько надо душ, чтобы накопилось? Я так понимаю, что здесь, если накопится полная шкала, то я просто смогу взять самолет и полететь к Харасиме и Нагасаки, чтобы их там бомбануть, да? Это будет прям такой... О, да! Загадки, серьезно? Так. Да ты издеваешься! Ну вот нафиг, я же могу просто оттуда выйти. Я понимаю... Нет, я понимаю, что в будущем мне это пригодится. Ну, кого фига? Эти выходы находятся, тот меня еще и назад выведет. Ай, блин, мне, кстати, не сюда. Ай, ну его нафиг. Я понимаю, был бы в этом какой-то смысл. Смысла в этом нету. Я вот тут вот вышел бы. Или нет? Блин, фига себе! Может, в этом и заключается? А почему я сюда не могу зайти? Могу! Только тут это, да. О-о-о-о-о, я понял. О! Значит, мне придется туда вернуться, да? Да-да-да, я понял. Меня так просто никто не собирается выпускать. Ты нежить, я тебя убью. Все. Отдай мне свою душу. Нет, крип! Да на тебе вам нафиг! Нет! Да идешь ты! Сдохни. Я его просто аурой добил. Серьезно? Лучок попался. Ну, лучик такой себе. Фух! Это было довольно сложно. Да, тут тоже придется решать. Хорошо. Я не понимаю до конца логики, как это работает. То есть, что-то поднимается, а что-то не поднимается. В общем... Не, ну я понимаю, что там тоже можно было бы это решить. Серьезно? То есть, это не сюда? Я тебя понял. Мне все-таки придется идти туда и решать вон ту. Видите, она меня сюда, все равно сюда перебрасывает. Ну, как бы, не все равно сюда. Ладно, пойдемте, пойдемте. Раз мне указатель говорит, иди туда, значит... Да, это меняет... Ага, я понял. Вот эти две клавиши меняют просто очередность. А вот это... Нифига, они не меняют очередность. Да! Наконец-то, блин. Ну, я более-менее понял логику, но... Не знаю, я не очень большой фен таких вот... Заган... Не, не то, что было не большой фен, это... А-а-а! Все-все-все, я теперь понял. Теперь это открылось сюда, иначе бы... Я просто не смог это открыть. Э-э-э... Исследуйте руку. Давайте я сундучок исследую. Мантии еще лучше моей... Двадцать шесть! Вызова. Су-тридцать пять здоровья. Время перезарядки артефактов. Минстат спираться. Товару скорости. Так. Ха-ха-ха! Огненный след и... Горение. Здесь есть горение? И огни... Да, здесь есть все то же самое. Э-э-э-э! Тут один. А тут два. Тут нету... Не, ребят, я вот это буду качать. А-а-а! И здесь только одно из них можно выбрать. Или огненный след. М-м-м... Которым я, кстати, ни разу не пользовался. Или горение. Давайте, наверное, вот так тогда возьмем. Вот так. И сейчас мы получим еще один уровень. Я качну его тоже сюда. Ам... А ты подняться, да. Не хочешь? Спасибо. Вернитесь к лодке? Все, что ли? Это весь данж был? М-м-м... Окей. Он был не очень большой. Тут скорее на загадки были, чем на... Не, ну хотя подрались мы тоже неплохо. Ладно, годится. Улечка 22 и... Все, пожалуй, да? Опа! Мачете! Это изогнутое лезвие воинов с побережья кальмаров. Требует крепкой руки в битве. Надежная комбинация. А вот это уже интересно. Скорость гораздо меньше, но область больше. Урон в ближнем бою 30. Урон 18. Оружие в каждой руке. Надежная комбинация. И что у тебя за... То есть тут у нас урон по нежите. Здесь... Эхо. Кстати, эхо прикольное, что после победы над вам вы получаете шанс с вероятностью 10%. Слишком много но. Я бы, наверное, вот это взял бы. Давайте попробуем, каким образом. Да, наша мощь выросла на единицу. Значит, оно того стоило. Кинжалы тогда разбираем. В эту штуку вкачиваем. Сокращение перезарядки. Надо ли оно мне? Посмотрим. Пойдемте, заодно сразу дальше сходим. Тыквенное пастбище. Звучит каньон кактусов. Пойдемте, на тыквенное сходим. Ну, тут ваша мощь 20. Уровень сложности. Пойдем на четвертом. Да, начнем. В соответствии с моим уровнем мощности возрастает и сложность, но сложность у нас стоит где-то сейчас на половинке. Не буду сильно. Дерейдеры выросли в эту once лошадную землю, чтобы уничтожить. Только одна вилласть остается неоспоилована в этой стороне мира. Дайте хейсту, герои, которые должны уничтожить виллащи, чтобы вступить в войну. Давайте не на время, пожалуйста. Ты только их успех. Давайте только не на время. Блин, красиво так. Такая осенняя пора. Ху-ху-ху-ху-ху. Мост утыканной стрелами. Это, конечно, эпичное зрелище. Мне вот так сходу... Шарах! Ха-ха-ха-ха-ха. Не, ну оно, конечно-то, неплохо, но мне это дорого по жизням обходится. Ха-ха-ха. А, я могу просто спрыгнуть. Блин, тогда мне интересно, что там. Кроме мобов с резаной деревьев. Кстати, мобов я бы убивал бы, потому что... Ну, уж неплохо по жизням. Мобов я убивал бы, потому что это души. А души мы собираем. Души это наша валюта. Ха-ха-ха. Блин, если здесь будет босс, это будет жестко. Жестко. Давайте я стрелы тоже пока буду копить. Ладно, двойной удар мне нравится. Я понял, как это работает, и двойной удар мне нравится. Я хочу, чтобы у него была скорее перезарядка. Надо будет поднакопить. Пока что мне, наверное, хватает урона, я так полагаю. Особенно с двойным ударом. Я бы, наверное, хотел бы... Чего я хотел бы? А, это был тупичок с золотой. Неплохо. Хотел бы все-таки больше урона. Надо будет посмотреть, как это все можно сделать. Ну, попадаются вещи уже с хорошим уроном, но... Сдохните. Ха-ха-ха. Просто... Не-не-не, не надо, не надо. Ой, тут корабли. Я буду через корабли идти, прикольно. Не надо тратить стрелы. Это я так просто взял попробовать. Не надо их тратить. Нет, блин. Фиговые хрипаки. Они реально быстро. То есть, ты думаешь, у тебя есть время, есть время, есть время, и он подбегает в шарах, и все. Иди, пожалуйста. Так, надо не забывать, что есть тотем жизни. Надо не забывать про скорость. Пауки, вы что-нибудь делаете? Вот эти ребята жесткие. Вот ребята с топорами реально пока что те, кто меня мочит. Кто-то тулкает. Угу. До свидания. Посмотреть, сколько у него жизней. Фиговые баферы. Мне пришлось души за вас тратить. Я опять понимаю, что у меня их опять накопилось. Но, черт побери. Я хотел еще поднакопить. Так, карта нам говорит туда, карта говорит туда. Да, но по заданию... А, это горит все, типа. Эти волчерсы... Стрелятники, стрелятники летают. Пойдем сюда сходим. Это, я думаю, будет интересно. Не тратим стрелы, говорю я, и трачу стрелы. Нормально. Что у нас по уровню? Уровень идет. Я хочу тогда... Знаете, что еще сделать? У нас четыре. Давайте я вот так вот сделаю. Что у нас зря очки пропадать будут? Полученные достижения? Лаки Чаан, неплохо. Зачарованные скелеты. Очень прочные ребята. Очень... Ядреные такие. Окей, мы пришли в какой-то тупичок. Это хорошо. Это хорошо? Ребят, я бы хотел какой-нибудь сундук, там, не знаю. Вот постамент. Я понимаю, что я так хорошо выгляжу на постаменте, но я бы хотел бы сундук на этом постаменте. Идем, писец. Нам пора прийти к другим людям. Такие рожицы прикольные. О, вот тут есть проходик, который можно, наверное... Нет, сюда не пролезешь. Сюда можно спрыгнуть. С той стороны. Зачем? Ладно, но есть такая возможность и есть. Это тоже хорошо. Надо не забывать о скорости. Надо не забывать о скорости. Так, сейчас я получу уровень. Надо тогда будет двойную прокачку. Ну, двойную скорость еще раз прокачать, чтобы она перезаряжалась на секунду быстрее. До свидания. Хорошо бомбануло. Как честно. До свидания. Вот видите, я на него трачу, на какую-то мелочь трачу, эхо. И все, она уходит в перезарядку. Ну, как бы, не знаю, я бы хотел. Вот, вот это местечко. В смысле, тут нельзя пройти, вы-то хочешь мне сказать? Ха. Просто выглядит так, как будто можно. Ну, на карте. Ладно. Поехали дальше. О, неплохо. Ну, смотрите, паучки в сочетании с другими ребятами, они довольно действенные. Так что, ну, тут такое. Что у нас тут? У нас тут просто хорошая наблюдательная площадка. Вот, на этом же постаменте есть сундучок, почему бы на том постаменте не быть сундучку? Вау, не подскажете? Ну, вот эти маги, они не настолько надоедливые, как, допустим, ведьмы из прошлого болота, с прошлой серии. Так что, я тут тоже жаловаться не буду. Ворота закро... Угу, я так и подумал, ворота закроются сейчас. Босс! Ну, что-то это было, да, не особо препятствие. То есть, если ты вот этой кучкой... После того котла ты собирался меня вот этой кучкой задержать? Причем, тот котел явно был раньше, чем эта локация. Да, смотрите, в общем, прикол ятаганова от этого. Вас нафиг! И у меня опять накопилось на новый взрыв, круто. Прикол вот этого ятагана, что у него размах... Гораздо больше, чем у кинжалов. И это, в самом деле, прикольнее. О, уровень накопил неплохо. То есть, они подходят? Кроме того, что я их обжигаю, они еще и... Огребают вот так вот. Бам! Бам! Блин, мне это нравится! Ха-ха-ха! То есть, когда у тебя накопилось достаточное количество душ, тебе не нужно заморачиваться, чтобы подк... Поэтому ты их копишь, 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 и на такие моменты потом просто берешь и разрываешь их нафиг. Круто! Вот это очень крутой артефакт. Я крайне сомневаюсь, что я сменю его на что-то. Он просто нечеловеческий крут. Это очень классно. Опа-оп-оп-оп, ты че? Это босс! Я как раз стрелы для тебя и копил, дружище. Дальние, да тяжелые. Ха-ха-ха! Не достаешь, ручонки коротковаты. Да-да-да, побафай там, ага. Пойди, сдохни. В аду кого-нибудь бафнешь. Для таких, как ты, я и копил стрелы. Чтоб с большого расстояния вас расфигачивать. Засланцы мелкие. Так, что я хочу? Блин, у меня уровень неплохо так бафнулся. Горение. А, горение у нас на максимум. Я хотел этот, я таган качну, да? Да. Улучшить. И тут еще три надо. Ну, то такое. Я уверен, что до того, как я качну ему третью... Третью степень, третий уровень, я его уже поменяю на что-то. Корова! Не трогать корову. До свидания. Ты где, бафер фигов? Ну, да, стало заметно быстрее. Ну, то есть, эта секунда, она довольно хорошо экономит. Ну, с тремя секундами я предполагаю, что будет вообще суперски просто. Блин, у меня еще и зарядные стрелы есть. Я об этом забыл, я в него быстро стрелял. Ух ты! Урон дань. Так-то. Зарядка и... Тут уж что, беглый огонь повышает скорость вашей атаки. О, это прикольно, кстати. Это под завязку, опять же, есть у нас и есть бесконечность. Воу-воу-воу! Я подумаю, этот лучок выглядит неплохо. Надо будет глянуть его. То есть, это будет быстрый лук. Блин! Барашка, прости. Я не хотел, ты просто попала под руку. Барашка, ты стала просто невинной жертвой этого... Этой львы. Иди отсюда. И зомбаки ходят такие, блин. Вот серь... А, ух, я хочу сказать серьезно, тут ничего больше нету, но... Серпы! Ой, это еще одно двойное оружие. Ну, в данном случае это хуже, чем у меня, но... Есть вариант, что они будут лучше. И это хорошо. То есть, есть двуручное оружие, есть... Оружие в две руки маленькие, есть одноручное оружие. Угу. Неплохой такой ассортимент. Наверное... Я буду проводить обзор экипировки своей, уже когда вернусь в лагерь. А вы фига ли живые? Тут к вам динамит вообще-то прилетал. Блин, реально того чувака-босса надо было мочить этими... Ау. Не-не-не-не-не-не. Улю-лю. Блин, пошли мини-боссы такие, да? Ну-ка, что проще? Или вот так... Вот так проще, да? Ну, нет, так проще. Короче, вот эти выстрелы под завязку я, наверное, качать не буду. Слушайте, я их просто ауру убил, что ли, только что. Свалят сюда. Ммм, интересно, кто будет тогда боссом этой локации. сейчас постреляю я почему эти яблоки нельзя съесть нафиг вас свидание отдайте ваши души их съем на завтра пройди пожалуйста но я знал что это что-то забыл данжах нельзя пропускать ничего так какая-то мельница не мельница и мельница так о а тут чё неплохо за этим стоило зайти вообще за деньги так помимо только указнил у кузнеца рандомить можно что-то но я не откажусь почему-то наколдовал молодец чё там с уровнем уровень кстати скоро подойдет нам а нам туда мы еще оглушили неплохо собираем души желательно просто так их не использовать потому что бывают ситуации когда это реально нужно когда тебя окружают и вот тогда их лучше серьезно очарованные астральные пауки они ставят стены это кстати тоже фишка по моему очень ну я точно знаю что в диабло есть такая магия у тебя есть мобы которые волос которые ставят вокруг тебя стены чтобы ты от них не сбежал прикольно что они сюда это тоже притащили чем разнообразнее тем лучше я вам уже говорил то есть это у нас было просто подземелье с чемпионами хорошо экспо набили это неплохо спасибо вообще такие рандомные подземелья рандомные энкаунтеры очень прикольные поэтому тут я только за чем их больше чем это лучше подземелья рандомные энкаунтеры вот она блин я поздно по понял что я не смогу ему ничего сделать сдохните если меня щас крипером этим взорвало бы было бы не очень хорошо вот ты мне мешаешь чувак а так вас тут много уродов похавай минуточку вот это сейчас было довольно опасное местечко кстати нет я не так собирался овца беги неплохо кстати пауки в сочетании со скелетами то есть пауки станет тебя скелета расстреливают и вот короче все ты уже ничего не можешь сделать позвоните в колокол последнего очага чтобы созвать людей блин тут столько золота я хочу золото ну в смысле эти джемы такая ферма вот это наверное выход с уровня будет мне так кажется может быть кстати нет тут ну я не могу никогда предугадать чем-то закончится сейчас если я позвоню в колокол это по-моему начнется какая-то массовая резня окажется что я опоздал и все жители уже превратились в зомбаков и они все выйдут на меня и короче я не успел ну я предполагаю возможно и нет и шутин рэнч неплохо ладно давайте звякнем но пока я могу отбиться я буду отбиваться уровень прикольно а вот и волар кстати не сожрали надо уходить с прямой он сам не любит близкую дистанцию да ну хорошо хорошо способ исправились в магистрат то есть да это еще не все а победа неплохо это было неплохо попадание снарядами побеждено мобов 98 процентов я где-то пропустил одного или двух маленьких мобчиков короче таки зря отключаются это легкое перо никто не знает откуда появилось такое прекрасное и мощное создание что он о водич торговец случайный артефакт за 186 а кузнец за 93 случайный предмет снаряжения а этот продает случайный артефакт кстати насчет артефактов перо она нам позволяет вам упасть сверху и оглушать оглушая раскидывая врагов на своем пути длительность оглушения 3 секунды откаты никто у нас есть кстати серпы 20 серпы 19 вот эту штуку я наверное блин мощь офигительная область офигительная скорость 40 59 вам ближнего нет ну знаете чем вот эту вот штуку я наверное продам меч 29 46 него мощи больше но скорости области меньше да его разберу мантия кстати симпатичная вот эти вот я поразбираю только дополнительная скорость у них урон еще меньше поэтому пока не будут более высокого уровня я не вижу смысла в них так большой лук большой лук охотничий лук значит в этой штуке сюда положу я еще не уверен что я буду с ней делать посмотрим удочка длительность оглушения она оглушает это я наверное тоже разберу да арбалет не очень кстати понравился использование насчет лука так вот артик вот это наверное я буду может вместо ускорения использовать на ускорение тоже пусть у меня будет она мне тоже нравится вот это вот обычные доспехи волка на тоже разбираем круто выглядят но они вообще нигде никак никогда не пригодятся и я думаю что доспехи охотника тоже у нас уходят теперь 39 116 2767 39 116 но блин нет ребят это это вот это я разберу 34 да вот это мы тоже что-то разбираем значит из того что у нас здесь есть отбрасывание повышает отбрасывающий эффект стрел от прошлых плюс здесь кстати прикольность не хочет себе людей подпускать одновременно выпустить вот мульти мультишот вот этот вот я бы наверное взял бы а здесь повышает скорость вашей атаки это тоже кстати хорошо рикошет эта фигня вот дикая гонка я думаю что интересная вещь попадаем у врага дает шанс повернуть его в бешенство заставляя без разбора так во всех подряд если взять мультишот и вот эту штуку шанс срабатывать 20 процентов довольно неплохо тогда взять мультишот и взять вот эту фигню да это очень зло это то есть стрелять во всех давайте посмотрим блин зачем есть хорошие артефакты хочу ли что-то менять у меня есть перо у меня есть идол здоровье у меня есть собиратель духов я подумаю если что мы с вами может быть что-то и купим в следующей серии пока что наверное давайте на этом закончим получилось неплохо у нас появилось что-то новое у нас появилась секретная миссия заблокирована выполните следующие чтобы разблокировать миссию найдите секретное место тыквеном пастбище секретное место в тыквеном пастбище но мы же были там в данже знаете чё ребятки я наверное чтобы сильно не задерживаться правительство в королевство я наверное сейчас за кадром перепройду тыквенное кладбище быстренько поищу там секретное место возможно разблокирую вну мы же находили в прошлый раз подземелье своими на тыквенном но там ничего не было ладно в общем в любом случае все будет следующей серии спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда да 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 Субтитры подогнал «Симон»